Болгария – страна контрастов. Здесь современные бизнес-центры сочетаются со зданиями советской постройки, дорогие автомобили с конными повозками, а популярные курорты с древними городами. У одних туристов это государство ассоциируется с живописной природой, вкусной кухней и гостеприимством местных жителей, у других – лишь с бюджетным пляжным отдыхом. В Болгарии бросается в глаза разительный контраст в уровне доходов. Роскошные виллы соседствуют с ветхим жильем. Дорогие иномарки паркуются в один ряд с автомобилями типа «Жигули». Отдельно хочется рассказать о таком транспорте, как конный транспорт с повозками. Обычно этот транспорт имеют цыгане. Они всей семьей садятся в эти повозки и веселые компании едут по дорогам наравне с автомобилями. Очень часто в волосах, в челке у лошади можно видеть красный цветок. Почти такой же красный цветок в волосах жены цыгана можно заметить. Во многих домах и квартирах советской постройки нет ванны и душевой кабины. Вместо этого душ вывешивается на стене и им пользуются просто сидя на унитазе. Вода стекает в отверстия рядом с унитазом и таким образом это у них называется баня. Один из самых популярных продуктов в Болгарии – киселомляко. Это такой йогурт, по вкусу напоминает простоквашу. Но в нем присутствуют особые бактерии, которые улучшают работу кишечника, повышают иммунитет, снижают уровень холестерина и тормозят процессы старения. И эти микроорганизмы обитают только в болгарском йогурте. В Болгарии популяризируется чтение литературы, чтение книг. И власти постоянно придумывают новые методы продвижения этого полезного занятия. Устраиваются экспозиции, устраиваются недели и месяцы литературы, где продаются книги по цене намного ниже, чем в магазинах. И также происходят встречи с литераторами. Устраиваются бесплатные библиотеки где-нибудь в открытых местах, в больших городах. Также в крупных городах можно увидеть уникальные магазинчики. Они находятся в подвальных помещениях, и витрина этих магазинчиков находится практически на уровне земли. И чтобы посмотреть, что в этом магазинчике можно купить и рассчитаться с продавцом, нужно присесть. И поэтому этот магазин называется Клек. Клек это произошло от слова, которое переводится на русский язык как присест. То есть, чтобы купить товар, нужно присесть. Такие магазинчики после распада Берлинской стены СССР в Болгарии очень были распространены, потому что не нужно было платить за помещение. Люди делали магазинчики в собственных подвалах, на столбах и даже на деревьях. Иногда можно видеть некрологи. Это такие белые листы с фотографиями, с фамилией, датой умерших людей. Близкие люди, которые остаются, и сколько они помнят своих ушедших родственников, вывешивают каждый год эти поминальные листы. В Болгарии очень развито уличное искусство. Граффити на домах, заборах, подземных переходах. Иногда можно видеть рисунки, детские рисунки на стенах, на заборах. Некоторые из них можно отнести к произведениям искусства. Чтобы коммуницировать с болгарами, вы можете общаться с ними на русском языке, потому что многие болгары знают русский язык, многие помнят, учили раньше в школе. Или на английском. Молодёжь в основном говорит на английском. Но они также и не против, если вы спрашиваете их на русском языке что-то. Они вам объясняют, стараются вам помочь. Так что нет проблем в коммуникации. Кто побывал в Болгарии и ел помидоры, сорт розовый, тот не забудет их никогда. Но что ещё можно добавить к этим интересным фактам о Болгарии? То, что когда вы разговариваете с болгарами, то вы должны понимать, когда они говорят «да», то они машут головой, как будто что нет. И наоборот. Когда они говорят «нет», они машут головой, как будто что да. И это вводит в заблуждение. Однажды я обратилась к одному очень хорошему человеку и была уверена, что он мне не откажет в помощи. И когда я у него спросила «вы мне можете помочь?», он сказал что-то по-болгарски, при этом помахал головой в разные стороны, как «нет». А я совсем забыла, что это значит «да». И сначала была в недоумении, что он мне отказывает. И мне кажется, очень милой особенностью и традицией является то, что когда вы заказываете чашечку кофе или чая, вам вместе с душистым чаем и вкусным кофе на тарелочке приносит желание. Вы открываете специально свернутый рулончиком сверточек такой, бумажечку, открываете ее и читаете пожелания на этот день. И как обычно, эти пожелания всегда бывают очень счастливые. Вы же понимаете, что о Болгарии с душой можно говорить только в том случае, если ты любишь эту страну. А я очень люблю Болгарию. И, конечно, прекрасной особенностью в Болгарии является то, что почти каждый болгарин и болгарка танцуют в хоро. Если вы видите где-то в каком-то городе или селе начинается музыка, то обязательно, в Болгарии имеется в виду музыка фольклорная, то обязательно соберется народ и обязательно они будут танцевать хоро, хоро, встанут в круг и будут танцевать, приглашая этим самым и других вливаться в их большой круг. Это так заразительно. Это говорю вам я с любовью из Болгарии.